здравствуйте дорогие друзья вы на канале шмыглер из дентали нас хом гарден и сегодня видео о моем таинственном саде а моей оранжерейки о моей рассаде огурчиках помидорчиках уже огурчики у меня такие большие помидорчики у меня уже завязана вязалась ну и продолжаю я сеять сажать убирать сад и все такое кому интересно оставайтесь со мной и хорошего просмотра сегодня 22 марта я хотела вчера у нас вчера был первый день весны дочка говорит календарная весна календарная весна была 1 марта это я не знаю как называется но первый день весны считается и я сегодня с утра 22 числа вышла и немножко разбила те кучи которые накидали чтобы они растали так как снег в основном растаял вот я отсюда убрала здесь у меня гортензии дать бог доживем нужно на следующий год как-то как-то по-другому поступать простить мужа более усердно чтобы он туда не закидывал потому что гортензии мои реально пострадали и вот здесь немножко подальше надо закидывать и с каждым днем у меня все больше и больше красоты открывается в суду вот распустились вот такие синенькие крокусы вот эти уже я вам показывала не раз они у меня в видео с 17 марта сегодня 22 и вот смотрите они до сих пор цветут насколько долго цветут крокусы я сказала и риса я извиняюсь и вот вчера распустились уже вот такие синенькие но опять же говорю меня не было дома потом я поехала на работу и в саду я вчера вообще не работала сегодня вышло пару часиков хочу поработать вот раскидала раскидала снег и пойду на мой бакьярд работать задний двор снежники продолжали цвести краску ли цветут и сейчас покажу в другом месте тоже взошли там попозже ну так как там лежал снег здесь вот все больше и больше я надеюсь что они будут цвести нужно мне разгрести немножко еще в одном месте тут вот вот здесь под гвоздика из-под гвоздики вылазит тоже подснежники я очень им рада и моем лунном садике есть еще подснежники но там они под снегом еще вот здесь полянка с подснежной крокусом подснежники вот желтенькие уже уже распускаются начинают на меня эта сторона желтенькие эта сторона синенькие должно быть насколько я помню вроде бы так ну пока вот только сошел снег тюльпаны всходят здесь будет у меня такая полянка и мой самый-самый красивый цветничок продолжает вести радовать ее просто просто в восторге восторге от этой красоты ну что же декорации начала выставлять в сад эти птички были приобретены но еще прошлом году весной но как-то они так и не нашли место ну вот вынесла их сюда здесь новинка крокусы вот начинают распускаться это крупные крокусы они такие большие красиво будут кругом пионов здесь посажено и здесь кругом розы было посажено но почему-то вот куртинка вот такая маленькая и и здесь 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 то ли сцила то ли пролезка не знаю что но вот такая куртинка когда расцветет и вот еще один декорчик это блуджей здесь вот такая красивая у меня клумба но не клумба а цветничок здесь нужно больше яркости нужно сюда и подснежника посадить все потому что она самая ранее ранний раньше всего тает оттаивает здесь но как-то тепло южная сторона и она как-то загороженная от все от северной стороны поэтому здесь нужно побольше луковичных которые будут радовать весной ну и конечно же нарциссы нарциссы жду не дождущие я думаю они на пасху уже зацветут а пасха у нас в этом году 7 8 апреля ранняя пасха ну как ранее у нас вообще бывает конец марта так что это ранее ну не совсем уже ранее не мартовская апрельская кардиналь чека я пристроила здесь под розой тоже это все временно временно этот цветничок уже тоже стает красивым здесь нарциссы тюльпанчики всходят ну будет попозже она будет видно и здесь 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 вот эти гиацинты гиацинты они уже здесь давно у меня растут и тут я их не пересаживаю и дятел посадила я его здесь возле арки здесь тоже должна быть полянка я надеюсь годами с годами она разрастется возле арки с крокусами они сходят многие еще сходят не все взошли так вы самые самые ранние ну и пошла я работать нужно хотя до работы немножко поработать сюда да 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 вот еще здесь вот такие желтенькие это в другом месте взошли не там где я показывала перед этим в обзоре моего таинственного сада это возле арки и тюльпаны видовые ботанические видовые тюльпаны вот зашли ну и здесь где самые самые первые сходили я вам показывала в обзоре моего таинственного сада вот они уже подросли вот эти самые первые и здесь еще сходят они как-то вот так не дружненько ну ничего те которые посильнее наверное те самые ранние послабее попозже все равно я довольна красоту лично мой лунный сад на 22 марта еще в снегу не растаял он ну вот единственный цветничок который растаял и нарциссы здесь сходят хотя я думала что здесь в этом году ничего не будет а почему потому что прошлой весной здесь постоянно кто-то релса и они очень-очень-очень были плохие но смотрю в этом году они взошли и даже гиацинты которые я сто процентов думала что их не будет вот зашли красота вот это цветничок он снегу еще много снега какая же весенняя красота это вообще восторг как я люблю это время когда только первоцветы начинают распускать свои лепесточки свои цветочки это вообще что-то невообразимо время восторга вот такую композицию я сделала возле такой небольшой полянки с кроксу птичка какая огромная луджей а здесь рядышком вот такие желтенькие цветочки еще одна полянка с кроксами вот такие они здесь красавцы и птичка кардинал между ними ну и моих ирисов гуляет птичка goldfinch ну вроде бы перевела по-русски это щеголь не знаю правильно неправильно вот такие красавцы поселились моем таинственном саде саду потихонечку убираю я сегодня у меня не получилось пораньше выйти в сад завтра тоже наверное не получится самые теплые денечки и как вот по закону подлости не могу выйти в сад поработать но сегодня вот сделала вот эти клетнички которые без снега там еще снег надо бы клубничку вот по убирать и огороды в самую последнюю очередь хотя тоже надо потому что нужно не посадить лук шалот который я привезла с юга ну вот здесь навела порядок и можно переходить на мой парадный двор с этой стороны забора я навела порядок подстригла мою лаванду мечта о бордюре с лавандой надеюсь что скоро осуществится и здесь у меня тюльпаны и здесь у меня тюльпаны вот так вот этими здесь какое-то расстояние нету ничего она будет какую-то пометку сделать и потом посадить а здесь тюльпаны койн най насколько я помню это поздние тюльпаны и вот таких много красиво разрастается но здесь у меня гвоздичка вот так вышла с зимы вот здесь нарциссы 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 и здесь были у меня ирисы и они куда-то делись жаль но здесь была полностью такая большая поляна с зимы рисом и опять нарциссы нарциссы в бутонах сейчас мне нужно по ту сторону забора пойти и походить по участку найти где же где же мне деревья которые я привезла посадить сегодня уже 23 февраля и с каждым днем все больше и больше утра пока что еще утро я немножко уже поработал саду цветничок который только что вам вам показывала и пришла сюда вот здесь смотрите вот вылазят вылазят цветочки вот вечеру здесь вообще надеюсь целая полянка будет хочется чтобы разрослось побыстрее и большая большая полянка но эти цветочки были посажены здесь в 2021 году и это не здесь 2 2 весну цветут в прошлом году их было меньше в этом году немножко больше и надеюсь что с каждым годом их здесь разрастется и будет красивая полянка ну что ж мой сад вот так красиво смотрится расцветает с каждым днем все больше и больше крокусов и вот этот цветничок вообще с каждым днем все красивее и красивее посмотрите буквально вчера я вам показывала здесь меньше было здесь меньше было крокусов сейчас уже больше их и беленькие распускаются вот такие серии но они бутоны вот такие сиреневые а когда они открываются вот такие полосатенькие крупные и ирисы продолжают цвести как они долго цветут вот вообще класс нравится мне они очень нравится прямо вот здесь нужно еще что-то посадить какие-то цветочки первоцветы нужно здесь рассадить ладно я кажется прошлом году тоже говорила но так ничего не посадила потому что забыла жду нарциссов жду не дождусь когда же они распустятся скоро ну и конечно водосборы вот кустик вот кустик вот плохо его видно потому что темные листья уже с каждым днем все больше и больше и здесь еще будут цвести луки ну и вот при входе в мой сад со стороны арки желтенькие крокусы распускается также сходят тюльпаны и нарциссы я как-то уже позабыла даже что здесь и как сажала ну что же поляночка перед домом хоть и небольшая но здесь сходят много-много крокусов я думаю из-за мульчи они как бы опаздывают радует в этом году никто их не ест очень хочется надеяться что они будут радовать а то прошлом году я очень-очень сильно была насчет этого расстроена кто-то их съедал 25 мая сегодня я посадила азарину и еще три вида black susan ай и еще два вида ампельных растений или лиан или она и сейчас вам покажу как чувствует себя моя рассада бальзамином и герани колеса у помидоры огурцы какие у меня вот в этом в этом лотке и еще не цветут только бутонах вот колес и которые маленькие маленькие были вам показывала когда я пересаживала ты была неделю назад вот так они поднялись и подросли а здесь посмотрите какая у красота цветут бальзамин чеки это розовые сейчас я вытащу их как-то темно сейчас я свет включу да стало лучше видно это розовые розовые вот такие красивые розовый цвет очень красивые сейчас я их полью вот такие огромные кусты были посажены конец января это им получается два месяца вот вам рассада за два месяца цвете вот это уже не рассада это уже полноценные цветущие кусты здесь дальше тоже вот половина розовой такой же самый половина белой и вот здесь тоже беленькая цветет мои белые бальзамины чесно им здесь очень чесно что поделаешь и вот эти не цветут я не знаю как они называются номер но они какие-то высокие вот эти какие-то высокие и и те которые я тоже вам показывала угловые тоже высокие и еще у меня на самом верху здесь у меня помидоры которые я пустила ампелем и здесь у меня лобелья которые нужно перес пересадить в побольше горшочки и здесь вот один лоток уже посаженный другой просто приглашать приготовленный для посадки помидор наверно а там лианы посаженные пойдемте ниже и ниже спускаемся ниже здесь здесь у меня пеларгония не знаю что с этой пеларгонии вот два какие-то странных у меня листья то ли пригоревшие что ли с ними не знаю ну в общем нужно здесь опять же их перри перри расставить потому что им тесно чесно куда их ставить и вот нужно и колеусы вот и здесь опять же тоже колеусы которые прошлую субботу пересаживала и вот лобелья которую пересадила и стригла она опять так выросла наверное так уже буду ее оставлять еще ниже здесь колеусы здесь то что выжила у меня базилик тоже начали цвести немножко другие тоже розовый цвет но мне кажется немножко другой или такой же вот такие полноценные кустики в общем им нужно уже больше места места нету и здесь колеусы здесь вот такие еще красные и сейчас ниже спустимся там у меня тоже еще целый лоток красных вот такие тоже как-то мне не нравится они более не красные они такие оранжевые а я вроде бы я заказывала темноватый красный по картинкам будет более темноватые были нужно их расставлять потому что здесь им тесновато вот такие огромные кусты смотрите корень и пол литровые горшки и полны с корнями колеусы перцы которые 25 дней некоторым 25 некоторым 20 дней нужно пересаживать и опять же колеусы цинирария два вида и гвоздика тоже нужно все присаживать в общем работа очень много не знаю куда куда деться и как успевать все делать ну что же переходим к моим помидоркам которые уже выше меня уже выше меня ну если учитывать что они немножко приподнятые то будут такие как я уже высокий метр пятьдесят шесть у меня вот у меня помидоры метр пятьдесят шесть такие огромные здесь я помидорка у не вижу хотя я видела что они цвели дальше мне их пускать некуда ну сейчас я в другом месте покажу в другом на другом стеллажек и ну а на этом стеллажек и тогда помидорки микротон вот посмотрите какая красота посмотрите здесь какая красота самые первые которые вам показывала были срезаны я не знаю кто их срезал как будто кто-то их по нащипывал не знаю ладно здесь вот такие кисточки помидор они черри но такие крупные черри ну и кинетим тоже цветут но пока помидорчиков я еще не вижу но не только цветут и опускаемся ниже здесь я себе как бы сама собесур была шкоду хотелось срезать сухие так было обидно сухие листья потом так и оставила и срезала срезала целый вот это с огурцами там были такие красивые четыре огурчика больших ну что делал ничего не сделаешь а вот посмотрите здесь какая красота у меня уже вот вот какой огурчик другой вот уже такой а было бы несколько уже штук четыре было вот таких ну и здесь полным полно огурчиков это сми смит все за огурцы гарден смит горпи что-то они мне не очень нравится как-то они плохо плохо растут очень плохо хотя это гибрид и чем парс гибрид чем парс называется здесь пока вот только начали сейчас вроде бы начали навязываться а тут пустоцвет был гибрида обычно они нормальные должны дать урожай вот самые лучшие вот эти эти вообще классные они и в рост хорошо пошли и вот этим я вот такую сделала как я срезала ничего ничего вот такая красота друзья сегодня 26 марта я вчера у нас такая пасмурная погода я не выходила на улицу хочу вам показать что творится в моей оранжерейке конечно здесь нужно все полить нужно полить здесь 110 по фаренгейса это где-то 40 40 градусов тепла очень тепло влажность высокая и такие баклажаны помидоры нужно все поливать открываем посылочку сегодня 27 марта 2023 год и надо садить помидоры которых я до сих пор не сажала для открытого грунта и сейчас я открою вот такую тепличку покажу вам какая она хотя я уже показывала она уже с подсветкой и буду заготовку писать помидорки ну вот здесь две теплички разбираем два вот таких на 40 на 40 ячеек 20 ячеек 20 и 20 то есть две теплички 40 ячеек это ой нет 40 и 40 80 на 80 ячеек и вот такие два подлона ну в общем 80 сортов помидоров будет сажать хотя у меня их больше книжечка и как обычно в комплекте идет вот такие совочек ну для это для того чтобы прикрывать воздух светильники и и вау а вот зеленые в этот раз зеленые вот эти их привязывать можно не забываем что они как они называются лейб лейб у нас называется и посмотрите даже ножнички у подарочек как приятно мелочь но приятно вот и на этой в эту субботу 25 числа мы ездили в магазин покупать для нашей птицы корм и я купила вот такие себе ножнички так как мои поломались надо бы обновить ну полетела пружинка но это мульти здесь и ножики сейчас я вам покажу они железные посмотрим как в работе посмотрите друзья здесь маленькая пилочка вот это я не знаю можно что то вытаскивать вот такая пилочка здесь остричок уже отбивать наверно а может с типа линеечки 12 пинчев наверное вот ножичок отверточка вот отверточка вот и еще пока это тоже типа отвертки вот такие ножнички я купила и они слаживается вот сюда слаживается вот такой кейс и можно их в карман носить как бы дети встанут я так и забыла попросить чтобы они показали мне как оно работает могу найти как оно открывается вот вот такая красота и еще одну покупочку сейчас покажу и вот так слаживается ничего не видно вот такая штучка даже удобно в сумочке его носить и кейс ну вставляется и купила вот такой опрыскиватель у меня был где-то я его не могу найти куда-то я его делала это так ну если что-то немного надо а вот это вот опрыскиватель на батарее девард девалт купила для сада так что буду обрабатывать деревья хотя уже нужно было давно все обработать и виноград ну в общем все нужно обрабатывать вот такая еще у нас покупочка сейчас я вытащу и покажу ну вот я открыла я коробку вот так выглядит на 15 литров воды здесь нужно разобраться на спине надевается пристегивается все хорошо ну а это я нашла коробку я не выбросила от моих ножниц которые я вам только что показывала вот такая коробочка и написано gardeners multitol многих целях можно использовать ну что ж а сейчас я буду работать набирать ремельку и сменить помидорки сегодня 27 марта 2023 год и посмотрите какая у меня красота наконец-то я дождалась вот такой красоты необыкновенной прямо целая лужайка с крокусом которые здесь растут второй год и мои ирисы посмотрите как они долго цветут это это восторг вот как они мне понравились я в них влюбилась конкретно они еще у нас снег лежал 16 марта расцвели ну начали распускаться 16 марта под снега начали вылазить и снег таял и их с каждым днем все больше и больше было и посмотрите до сих пор это полянка меня радует цветет и пахнет а сейчас я вам хочу вот покупочки купила и растения для моего сада и хочу с вами поделиться показать и когда-то даже возможно на следующий год у меня здесь будет еще одна вот такая полянка с крокусов вот желтенькие цветочки и сейчас я вам пойду покажу здесь некоторые вылазят а вот не знаю наверное цвелись уже только листочки возможно только листочки будут пока годами тоже здесь разрастется полянка у меня ну вот здесь такая у меня побольше поляночка с желтеньких весенников я забыла опять как они называются нужно здесь название им поставить чтобы знать на следующий год что здесь цветет ну здесь еще были у меня посаженные анемоны но анемоны что-то съела их еще в прошлом году съели какие-то животные и здесь вот такие желтенькие крокусы вылазят вылезли то есть здесь тоже я думаю должна быть полянка ну пока что вот так и пролеска вот вот уже зацветет пролеска здесь у меня и вот вот что ж друзья на 27 марта вот так у нас снега еще немножко осталось и нужно убрать вот эти бревна ну и вот мой лунный садик в моем лунном садике сходят цветочки и нужно уже можно навести здесь хоть какой-то порядок привести более более презентабельный день здесь сходят нарциссы тюльпану пока не вижу но нарциссы вот полянка моя с нарциссов каждый год она здесь уже третий год я их сажала и посмотрите подснежники мои подснежники тут по чуть-чуть разрастаются я думаю возможно их отсюда убрать возле морозников здесь нужно почистить морозники ну а подснежники вот радуют или пускай здесь растут посмотрю потом по настроению или по времени ну вот моей весенней красоте к моим луковичным ирисом и крокусом я извиняюсь я наверное назвала крокусы ирисом перед этим кадром я не помню вот пчелки летят вот опыляют мои крокусы слышите купила вот такую красоту сегодня 27 марта и мне нужно было купить грунт для посадок пересадок перцев и сегодня я буду сеять помидоры для открытого грунта я вот купила такую красоту а сейчас эту красоту мне нужно посадить и чуть не забыла немножко раньше я покупала розы это было где-то конец февраля я не помню точно я извиняюсь за тень но не знаю куда мне двигаться чтобы моей тени не было так как 11 часов утра и солнышко светит вот сейчас начну показывать вам поподробнее что я купила и покажу вам вот эти розы в магазине где я покупала продавалась по два куста роз одинаковые два одинаковые розы gold medal гранди флора и сан сан спрайт флорибунда здесь у меня 4 куста по два куста разных и идемте дальше а дальше я купила четыре пять шесть семь восемь сортов пион с названиями так как у меня есть пион в моем саду но как-то у них нету названия я покупала то кустом то ли покупала когда только мы купили дом в семь лет назад шестнадцатом году и как-то не записывала я как они называются не могу найти бумагу наверное выбросила ну вот эти на которых было написано сорт пион ну вот сейчас я купила и все подпишу не буду читать название я просто буду приближать а вы сами прочитайте вот такая беленькая три вида в одном магазине купила гавайи коралл очень классная а это красная я повторила получается в двух магазинах одинаково купила я сомневалась думала что они возможно будут одинаковые но из-за того что они красные я все-таки купила ее и да получилось что я их повторила но как бы я не расстроилась из-за того что в моем саду красных пион я не знаю есть или даже нету ну и вот это тоже новиночка точно нету белые у меня есть не знаю какие и розовые тоже у меня есть тоже не знаю какие но сейчас буду подписывать вот я буду приближать вам название и показывать картинку а вы сами прочитайте чтобы мне не ромать язык Сара Бернарда это тоже я знаю вот это пион сорбет и вот белая с такой красной темно-красной серединкой вот это восемь здесь разных вообще-то у меня девять кустов но восемь разные два повторяются хотя бы я такая чтоб гавайи коралл тоже бы повторила и вот эту белую Ширли Темпл тоже бы повторила ее ну посмотрим возможно я и куплю дальше я покупила маки вот это микс называется папивер ну это мак по три корешка пионы все по одному корешку и здесь даже есть цена а здесь три и красный просто красный мака у меня нету в саду так что я хотела альба разбитое сердце есть у меня но я повторила потому что хочу посадить еще на мой парадный цветник в моем гостевом цветнике у меня в лунном садике есть и лук уилд аня это вот этот как он черемша я переводила посею и остильбу остильба тоже в моем саду есть здесь по два куста в каждом пакетике три вида но тоже они у меня без названия потому что я когда покупала это тоже было семь лет назад не записывала название хочу чтобы было у них название red sensation вот красный красный розовый и сиреневый и четыре вида четыре вида клематисов взяла четыре вида клематисов потому что тоже у меня арки появились многие арки и мне с розами нужно посадить клематисы нужно мне еще белый купить но белого не было и вот я взяла тоже название извиняюсь еще раз за тень я вот сейчас вот так чтобы было хорошо видно и здесь же и цена останавливайте экран и смотрите если кому-то надо поподробнее увидеть ну вот такая красота в моем саду появилась так что на этой неделе у меня работы много кроме того что мне нужно убрать сад вот эту красоту все нужно посадить пока пока еще не поздно принесла мой домашний огород с моей оранжерейки сюда буду заносить на на ночь дом а на день будет на улице и хочу вам показать чудо у нас уже спит клубничка то есть это земляничка это Александрина здесь вот посмотрите вот здесь еще одна и вот здесь ну а Торензо и Далайз активно цветет пока что я здесь не вижу завязи а нет на Далайзе есть на Далайзе а на Торензо ой Руби Эн не вижу ну и здесь Александрина вот такие чудеса в марте ну и вот те крокусы которые в прошлом году постоянно были съедены в этом году цветут красавчики перед переходом в дом и ирисы начали пить здесь попозже а также на этой стороне в саду в саду я начала уборку убегаю на работу и вот покажу вот здесь вот красавочки морозники обрезала ну вот жду чтобы не затянуть и вот красота вот какая красота цветет и на этой стороне тоже ну что ж дорогие друзья на этой увядшей увядающей красоте с ирисов уже они все отцветаются но у меня в другом месте зацветают ирисы хочу закончить мое видео хочу вам пожелать всем счастья радости мира добра мир в ваших сердцах домах мир нашим странам и мир всему миру до встречи на моем канале Шмагля Резидент Андалинас Хомгарден в моем таинственном саде моей оранжерейке а также в моем зимнем саду и в моем доме всем пока пока и больших вам божьих благословений мир Украине до новых встреч а ирисы уже все цвели они сегодня двадцать восьмое марта две тысячи двадцать третий год почти что две недели от первых их них первых цветочков восьмое 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 восьмое